Всем-всем привет! С вами снова я на своей кухне. Девчата и ребята, сегодня у нас такой день пасмурный и ветреный. Ветер, ветер, ветреный, я хочу сказать. Мы с дочкой проснулись, нам привезли где-то в час диван. Девочки потом только покажу, чуть-чуть попозже. Диван поставили, Кристинка уже попрыгала на нем. Диван очень большой, можно спать даже его не разбирая. А разбирать там втроем можно спать. Детям понравился диван. Ну и заказали китайскую кухню. Костя у нас на работе, потом поехал домой. Сейчас он к нам приедет к пяти часам. И к пяти часам приедет кухня. Курьер приедет. Что мы там заказали? Мясо, баклажаны, салаты. Я говорю, дочка, давай закажем на сегодня и завтра. Не хочу завтра стоять у Мартена. Не то, что не хочу, девчата. Понимаете, вчера вот сходили с ней по делам, перенервничали. И какая-то, знаете, как выжили соки все. Наташа там стирает. А я приготовила рис. И тушу овощи, заморозку, девчонки. Здесь у меня салат. Ну, капуста. Капусту буду чуть позже ложить, цветную. Она быстро готовится, поэтому мы ее положим попозже. Вот она. А здесь что? Стрючок зеленый. Потом идет горошек. Морковочка. Перчик. И кукурузка. Мексиканский салат, девчата. Я его люблю. Вот сейчас протушится он у меня. Сюда морковочки у этой капустки добавлю. Подсолю. И с рисом будет очень вкусно. Рис, говорю, сготовим сами. Остальное будет китайская кухня. Как придет курьер, я обязательно вам покажу. Я сегодня не снимала ничего. Только подключилась. Я хочу сказать, девочки, всем огромное-огромное спасибо, кто вчера был со мной в прямом эфире. Я всех благодарю. Сегодня пришло мне сообщение. Анна Ильинична перечислила мне тысячу на карту. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Ну и вот что сказать, девчата. Кристинке платье не мерила. Хотела померить, но сегодня холодно на улице. Завтра, может быть, будет солнце. Я завтра поеду. У меня кончилось лекарство. На утро уже даже одного лекарства сегодня не было. Поэтому я завтра поеду с девчатами дома, а я поеду в город. Мне надо поехать в сам центр. Заеду, получу лекарство свое, куплю и поеду в ЗАГС. Ну и там пройдусь, девчата, и немножко вам поснимаю город. Площадь сниму. Может быть, так пробегусь на набережную. Смотря какая погода. Лишь бы дождя не было. Ну а сегодня я сниму, покажу вам, какую китайскую кухню мы сказали. Дочь говорит, мама, у них было ассортимент намного больше. Но это... Куда? Нет, пока не иду. Ассортимент был, конечно, больший там. Но вот с этим вот положением нашим сейчас, китайские кухни в полную силу, видать, не работают. Потому что они еще не открылись, а только на вынос работают. Наверное, на определенный вот ассортимент они держат, скорее всего. Ну и так, я там говорю, мы заказали столько блюд, салатов, достаточно. Мы думали, что Костя с нами будет ночевать, а он только приедет, покушает и снова убежит на работу, девчата. Поэтому как-то вот так вот. Я уже потом... Вот сегодняшнее видео объединю, наверное, с завтрашним. Ну посмотрим, если что-то будет интересно. Может быть, вечером что-то сниму. А пока-пока, девочки, пока. Вот только так. В зубной надо записаться. Вот тоже переживаю, зуб-то один и второй, надо пломбы ставить. Ну вроде бы как уже кабинеты начинают работать. Надо узнавать завтра. С завтрашнего дня начнется беготня. Вот. Стихами заговорила. Стихами. Ну и там целлофан был такой, обернутый диван в целлофан. Большой. Я хочу пойти. Сейчас у меня вот эта шторка наверху, она порвалась ветром над качели. Просто натянуть туда, говорю, целлофан и закрутить его. Посмотреть как. Ну завязать, может быть. Чтобы хотя бы дождь не капал на голову. Поглядим сейчас, Вера, пойдем и сделаем. Я потом подключусь, вам покажу, что же я натушила. Девочки, вот овощи у меня натушились. Я закрываю. Посыпала специям чуть-чуть соли. Аджинамоты. Кто-то любит, может, соевый соус. Но мы не будем сюда в общую чашку. Рис у меня, девчата, вот такой, девочки. Вот такой рисинка от рисинки. Я сейчас буду мешать овощи вместе с рисом. Целая мультиварка. У нас много. Мы сегодня будем есть и будем есть завтра. Поэтому это и немного. Это остынет скалолочка моя и будем ее мыть. Все, все, мои девочки. Сейчас уже позвонили. Курьер наш едет в пробки. Костя уже приехал. Надо его накормить, потому что ему к семье идти на работу. И с работы он поедет к себе домой. Там же у них кот. Вот я смешиваю, девчата. Это очень вкусно. Кто-то мне писал, Таня, это блюдо называется ризотто. Может быть, девочки, может быть. Я не шеф-повар, не могу сказать. Но это вкусно. Я готовлю. Готовлю все егоды. С овощами. Вкусненько. Кристина, давай я чуть-чуть положу. Ты поешь? Нет. Будешь ждать всех, да? Ну, ешь бутерброд свой. Ты будешь китайскую кухню ждать, да? Да, я не буду. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, вот так вот, девочки. Там надо перемешивать. Я возьму большую чашечку. Половничек. Вот, девчонки, я перемешала. Это вкусно. Я люблю вот это блюдо. Попробую на соль, на специи. Здесь у меня приправа для первых-вторых блюд. Аджинамота и солька. Ну, и растительное масло, конечно. Все. Вот такая у меня поварешка еще советская. Вот ей я мешаю. Ну, все. Будем ждать курьера. Потом вам быстренько покажу. И сядем кушать. Вот это целая кастрюля у меня. Я поставлю сейчас в микро... В мультиварку. Она теплая. Будет стоять. Вот такая. Вот такая. Как же вам показать? Вот такая красота. Это очень вкусно. С овощами. Здесь и горошек, и кукурузка. Девчата, ну, я пробу снимаю. Шеф-повар должен снять пробу. Очень вкусно. Очень. И все, все пропаривается. Она когда тушится... Это вот такая вещь. Готовьте, девочки. Всем приятного аппетита. Пока. Кристина кушать уже хочет. Ест бутерброд. Вера, Наташа и Костя еще наверху. Сейчас приедет. Видите, пробки. 15 минут 6. Курьер задержится. Мы заказывали на 5 часов. Очень вкусно. Ну, хватит Таня есть. Больше не ем. Жду всех. Это буду ставить, девочки, сейчас в мою мультиварку. Вот такая бадилька полная. Ну, потому что нас много. Сейчас я поверну. Покажу. Там Кристина у меня сидит. Вот чашка полная. Кристина, а Кристина что там показывает? Банку сгущенки. Что у тебя там? Покажите. О, банка сгущенного молока. Ты молоко хочешь? Да, если даю. А что баба сказала? Вперед мы будем кушать. Знаешь, в садике такое дают. В садике такое дают, в садике. Такое дают. Сгущенное молоко. Обожаю. Сгущенное молоко. Обожаешь? Угу. Да? Да. Ну, повернись сюда. Скажи всем привет. Мы сейчас будем кушать. Пока. И пока. Девочки, курьер придет, я вам все-все покажу. Девчата, пришел курьер. Привез вот чек мне. Баклажаны в кисло-сладком соусе. Свинина с острым перцем. Две порции кальмар в сухарях. Салат хорбин с кинзой. Свинина габаджо в томатном соусе. Филе куриное габаджо в томатном соусе. Салат брокколи с яйцом. И салат пекин. Так, баклажаны 320 у нас рублей. Свинина 430. Кальмар в сухарях 440. Салат хорбин 270 рублей. Свинина габаджоу 270. Ой, 370. Филе куриное 409 габаджоу. Салат брокколи 320 и салат пекин 320. Итого мы взяли на 3307 рублей. Вот такой вот девчата чек. Этот, чтобы вы сравнили, если у вас есть китайская кухня. Вот такие у нас цены. Дочь моя перечислила маме 3000. И будем пировать. Вот. Сейчас открою. И буду вам показывать. Порции большие, девчата. Нам самое главное сейчас накормить нашего Костю. Вот такие чеплажочки, девочки. Я буду в них ложить. Буду в них ложить. А потом уже будем в чашечки накладывать и кушать. Вот все подписано. Все абсолютно. Так. Филе куриное габаджоу в томатном соусе. Я по чеклажкам положу. А потом мы уже будем ложить все на горячее. Все, девчонки. Сейчас вилочку возьмем. Порции большие, девчата. Вот такая вот порция. Это вот одна порция. Это у нас курица, да? Да, это курица габаджоу. Вкусная, вкусная. Так, здесь, по-моему, салат. Баклажан. Кисло-сладком. Кисло-сладком. Это я люблю. Вот это я люблю. И Наташа любит. Костя, Кристина любят не очень. Но мы любим тоже в соусе. Девчата, вкусная, горячее все. Все прям горячее, девчата. Все запечатано. Поэтому все подписано. Сейчас, девчонки. Дальше, что у нас? Видите? Вот такие вот блюда я буду ставить. Так, здесь что у нас? Свинина с острым перцем. Их две порции. Да, с острым перцем я их буду ложить вот в эту миску, которую подарила мне Наталья. Вот в эту положим. И эту свинину обожают все. Она очень вкусная, девчата. Сейчас вытрясу. Вот представьте, это такая вот одна порция. Видите, какая большая. И еще вторая порция. Мы их две заказали. Вот, девочки. Костя принес соков. Девчонкам чипсы. Вот это свинина острая, девочки. Смотрите, какая большая. Тут две порции. Две. Много. Но зато, я говорю, завтра будем есть. Не будем готовить. Так, это свинина габаджоу. То курица. А вот это свинина. Девчата, она как бы в кляре идет. Но очень вкусная. Ну, во Владивостоке у нас люди все время ходят в Китайку. И всегда это заказывают и кушают. Праздники празднуют там. Потому что это действительно облегчает труд. Как раньше мы стояли у Мартена. Ну иди, иди, Кристина. Ты ко мне хочешь пойти? Да. Ну иди. Сейчас вот тут будем с тобой вытаскивать. Иди. Только не пищи. Баба тут снимает. Потихоньку. Вот сюда сядь. Вот сюда сядь. Аккуратненько. Хорошо? Посиди, моя Ветка. Сейчас все тут баба вот говорит, что это. Так, салат брокколи. Сейчас будем вытаскивать. Так, Кристина, только посиди спокойненько. Хорошо? Сейчас, моя девочка, подожди. Палочки. Нам и палочки положили. Да. Вот, я им говорила, нам не надо у нас есть свои палочки. Все равно положили. Салат с брокколи, девочки. Здесь у нас помидоры. Устричный соус. Масло, майонез свежие. Помидоры идут. Сейчас дальше будем открывать. Сейчас, Кристина. Ой, салатов, баба, мамы, набрали. Давайте рвать будем. Салат потихонечку, потихонечку. Ты не рви, а то он, видишь, тут течет. Так, это салат Харбин, девчата. Сейчас, моя зайка. Там что-то протекло, да? Там много палочек. Но, потому что заказ большой и палочки. Вот это Харбин. Салат. Салат. И стоять не надо. Стол накрыт будет сейчас. Рису баба сготовила. Едоки уже ждут. Где на пицце? Сейчас, подожди, моя зайка, подожди. У нас еще с тобой будет сейчас. Не все мы показали. У нас еще вот здесь кальмар в сухарях. Ой, то, что ты любишь, да? Подожди, 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 моя зая. Подожди. Сейчас ручки помоем сначала. Я уже мыла. Ты уже помыла? Да. Моя умница. Сейчас, подожди, Кристюшенька. Сейчас мы все выложим. Хорошо? Вот сколько салатов. И будем сидеть потом кушать, да? Да, я вот это кушаю. Да, я знаю. Так, это что? Тоже салат. Давайте вот сюда положим. Это у нас кальмар. Вот такой, девчонки, кальмар в сухарях. Что у нас с тобой дальше? На, моя дорогая. Тепленький. Вкусненький? Ну, скажи в камеру. Вкусный тебе нравится? Да. Любишь китайскую кухню, да? Да. Любим, любим, девочки. Китайскую кухню все любят. У нас. Сейчас, девчата, еще один салат. Палочек сколько нам привезли. Ой, моя доченька. Сейчас, подожди, внученька. Вера, подождите минутку. Еще одну миску давай, дочка. Давай. Глубокую. Глубокую, беленькую. Салат, еще пекин. Вот такую вот. Давай, давай, давай. Да, давай. Вот. Еще салат пекин. Вера, мой руки. Или сейчас, подожди, не греми. Сейчас я все выложу, позовем Наташу, Костю и будем садиться. Сейчас я договорю минутку. Так. Вера, вот эта дочка поставь туда сейчас пакетики. Это мы потом все в бочеку. Ну вот, девочки, вот все, что нам привезли. Рис у нас свой. Сейчас мы будем звать маму, папу, да? Ну, иди зови. Всем скажи, приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Пока. Девочки, всем приятного аппетита. Она сказала, пока. Пошла за мамой и за папой. Мы сядем кушать. А то Косте бежать надо на работу, девчата. Ну, а ужинать мы уже будем, дети и я. Всем-всем приятного аппетита. И до ужина. Пока. Всем-всем привет. У нас, девчонки, уже вторник. Ой, опять дождь. Ничего не могу выйти сделать. Вон так поляна осталась некошенная. Вот мы вчера с дочкой натягивали тен. Ну, чтобы, знаете, не лилось туда. Вот, видите, водичка даже стоит. Вон там все кости скосил. Обкосил траву. А мне надо было вот ту вот поляну обкосить. Вот ту. Там посадить капусту. Но он говорит, туда не могу зайти, потому что там, ну, тонешь. И когда этот дождь пройдет, непонятно. Я думала, сегодня поеду за документами. А документы нашла дома. Поэтому только завтра я поеду. Поеду в пенсионный фонд. Съездю. Сегодня мы дома. Вот. Дети у меня еще. Сейчас мы пообедали. И я хочу вам показать сейчас диван, девчата. Покажу, какой купили диван. Сегодня на нем спала дочь с внучкой. Опробовали. Я говорю, вам понравилось? Понравилось. Интересно. Мягкий, мягкий, классный диван. Пиончики, видите, тоже наклонились. Но сейчас хоть ветра нет. Но дождь идет хороший. Капусту надо рассадить. Ну, как ее рассадить теперь мне? Даже не знаю. Маркиз наш дома. Отсыпается. Девчата от гулянок. Приходит и падает. Ест и падает. Я говорю, о, что делает с котом? Любовь. Ну, я сегодня там сделала записи по платьицу Кристиноному. Сейчас попытаюсь, вот покажу вам диван, попытаюсь отснять немножко, хотя бы видео кусочек платья на ней. И пойду тогда в мастер-класс расскажу подробно, как я вязала, что набирала. Вот это я все вам покажу по платьицу, девочки. По кофточке моей, по кофточке, знаете как, я сейчас извяжу моток по бирюзовой своей, потом привяжу, один рукавчик свяжу, и второй рукавчик вам буду уже показывать. Я хочу рукавчик до локтевого, ну, до локтя вот это провязать. Ну, если хотите, я расскажу, сколько там я набрала. Если кто понимает, как вязать, тот завяжет и будет вязать, девчата. А кто не понимает, тот уже будет ждать, тогда, может быть, меня чуть-чуть я провяжу, и тогда уже буду показывать по кофте. Верну кофту будем распускать. Видите, какое небо? Вот так, девочки. Нету солнца. Костя дома ночует, там у них кот. А Наташа говорит, я побуду у вас. Я говорю, побудь, побудь, я только рада. Поэтому, девчонки, пойдемте смотреть диван. Диван шикарный. Девочки, вот такой диван я выбрала, смотрите. Видите, подушки у него, вот, в моей спальне. Он вошел прям вот впритык, видите, вот этот вот у меня шкаф здесь. Ну, кто со мной давно, все видели. Вот у меня здесь кавказская пряжа стоит. Вся я ее... Эту я все снимала. Пряжу здесь еще доложится, вот здесь. И здесь доложу пряжу. Запах тут мыла у меня. И диванчик вошел, прям вот, представляете, как будто тут ему и место. Вот эти, девчата, я сейчас переставлю подушки. Подушки убираются. Сейчас я поставлю телефон по-другому, девочки. И вам покажу его в раскладном виде. Хорошо? Ну, вот, девчата, диван. Ой, что-то темнеет, да? Сейчас посветлее сделаем. Вот, девчонки, диван. Вот эти подушки, подушки, они, девочки, съемные. Видите как? То есть можно снять и постирать. Вот этим я довольна. Подушки убираю. Вот две большие подушки. И две как бы декоративные, вот они. Вот такие вот две еще подушки. Можно сюда бросать, ну, как угодно, как угодно. У дивана спинка. Можно спать, девочки. Смотрите, какая широкая площадь. Вот мне, если одной спать, то эту и не разбирать ее. Абсолютно она не нужна. Да, достаточно спальное место. Здесь вот такая вот шлеечка. Вот так разбирается, девочки. Сейчас вам покажу. Вот она катится. Вот так катится. Вот там два ящика, девчата. Два ящика. И вот здесь. Представляете, какая площадь дивана. Это ужас. Это можно вот так вот лечь. Вообще. Пятерым. Пятерым, девчат. Очень большая. Вот эта поднимается. Вот она, лямочка. А вот так она просто задвигается. Все. Видите? Большая площадь. Конечно, спальное место большое. Я думаю, что... Ну, вот так сяду. Ну, когда дети... Вот сегодня Кристина и Наташа тут спали. Они, да. Ой, мягкий. Он пружинный блок. Девчат, шикарный диван. Ой, балдеть можно. Я прям забалдеваю. И вот такие подушки. Хочешь, под спину положи. Хочешь, вот туда их закидывай. Вот они. Всем понравился. Детям понравился. Ну, вот такой вот, девчат, диванчик. Он такой, знаете, как велюр, не велюр. Я даже не скажу. Он... Ну, плотная ткань. Такая обивка плотная. Мягкие подлокотники. Не стала с кожаными брать. У Веры кожаные. И там кот немножко запустил когти. И дырочки получились. Надо будет вызывать, менять вот эти именно. Из одного подлокотника надо будет поменять два. Чтобы одинаковые были. Кожей обживать. Вот он здесь встал. Встал нормально. Тут у меня шкафчик стоит. Как вам показать? Сейчас я вам покажу. Ну, вот он, девочки. Вот он в собранном виде. Видите? Тут у меня стоит мой шифонер. Там вон вещи Кристиныны. Ну, от Веры. Здесь, девчат, не смотрите. Это вот дочь приехала. Я туда одеялки сложила. И они переодевались. Здесь моя пряжа. Вот у меня стоит шифонерчик. Комодик. И старый мой телевизор. Но мы его не смотрим. Вот такая вот маленькая. Это вот печка, обогреватель. Вот этот. Вот этот обогреватель. Он идет сюда, в эту комнату. И в Верону комнату. Обогревает сразу две комнаты. Вот это от печки. А печка стоит вот за этой стенкой. В кухне. Вот. И окно на кухню. Вот так у меня комнатка. Потолки тоже, девочки. Я давно делала вот эту люстру. Вот. Видите? Один рожок у меня работает. Я ее сниму и поменяю. Вот эти вот патрончики я купила. Я их заменю. И люстра моя будет опять же висеть. Мне она нравится. Ну и мой, конечно, любимый ковер. Сейчас внученьку позову вам. Покажем вам платьице. Всем привет. Всем привет. Вот моя внученька. Ну-ка скажи, как ты спала на диванчике? Хорошо. Классно? Тебе понравилось? Да. Да? Да. Ну, как ты ложилась? Да. Она на подушках сегодня бегала, да? Вот так подушки. Наверх. И можно сесть туда наверх, да, Кристина? Да. Ну-ка садись. Вот. Вот так вот. Вот так. Ну, как хочешь. Положи на диванчик. Вот. А там можно лежать. Там даже можно тебе полежать. Да? Представь, так вот ляжешь на ту подушечку. Ой, как хорошо. О, смотрите. Классно? Кристина, ну помаши всем. Скажи, диван красивый баба купила? Да. Ну, нравится. Внучке нравится. Спала как королевишна. Он будет мой. Твой будет? Угу. О. А цвет какой у нас? Серо. Серенький. Серо-синий. Да? Да. Ну, самое главное, что ты спала здесь. И хорошо. А сейчас что делаешь? Расскажи хоть немножко. Сижу в телефоне. Сижу в телефоне. Что ты там смотришь? Кошечку. Давай посмотрим. Что ты там смотришь? Про кошечку? Да. Это что, у тебя игра? Да. А, а какие ты игры еще смотришь? Расскажи. Там все есть. Тут есть много. Вот. Угу. Там есть. Ты какие мультики смотришь? Расскажи. Про доктора, да? Да. Я только смотрю кошек. Про кошек? Любимые кошки. У нее вон даже на штанах, видите? Кошки? Да. Вот, на штанах и то кошки. На этих кофточках тоже кошки. Ой, ну покажи свою кошку. Давай покажем, кошка. Ой, какая. Ну, красавица вот у нас кошка. Смотрите, какая красивая. Вот так вот. Пойдем платье мерить, Кристина? Не надо, только потом. Потом? Видите как, не хочет. Не хочет. Давайте, говорит, потом. Ладно, девчонки. Мама сегодня вон стирала. Там у меня вон белье висит. Дождик идет. Я говорю, ну и пусть идет. Правда? Вот она, видите, мордашки там делает. Снимает сама себя. Ну, сняла себя? Да. Мордашки делаешь? Да? Ну, давай всем скажем. Вам хорошего денечка. А мы будем дома дальше. Мордочки, мордочки делает. Кристина, ну помаши всем. Вот так. Вот моя внученька, девочки. Видите, на улице. Ага, снимает, снимает там. Тик-Ток, что ли, у нее там. Тик-Ток? Да. А, ну вот. Кто-то ты в Тик-Токе. Пять лет. И фотографировать могут. И диктофон включить могут, девочки. Все могут. Да. Вот. Вот такие дела, девчата. Ну, а я тогда сейчас пойду на первый этаж. Расскажу вам по платьицу все. А мерить-то когда будем, Кристина? Да. Надо померить. Вот здесь я бы тебя сняла. Давай пойдем, оденем его. И быстренько гольфики оденем, и бантики. Да? Не надо. Бантики не будешь? У-у-у. Ну что? Модель капризничает. Так? Модель капризничает? Все, отстаньте. Все, отстаньте. Давай, а то телефон мамка больше не даст. Да. Кристина. Кристина. Ну, пойдем мы, девочки, оденемся, покажемся вам в платье. Ну, вот, девчонки. Сейчас, подожди, моя хорошая. Фотою, фотою, внученьку. Вот она. Девочки, вот так моя внучка в платье. Вот так, вот, вот так сделай. Молодец. Это подъюбничек у нас. Опусти-ка, опусти-ка, не показывай никому. Вот так вот. Вот так выглядит платьице. Ну, чуть-чуть повернись бочком, поворачивайся. Опусти юбочку-то, Кристина. Ручки на пояс. Вот так, поворачивайся к бабе лицом. Вот так, девочки, вот так, да? Теперь нам скажи, Кристина, собачку хочешь показать? Ну, покажи. Вот, как собачку зовут? Милашка. Милашка. Звать собачку Милашка. Ну, скажи нам свое мнение. А тебе нравится платьице? Да. Нравится. Сейчас мы встанем по-другому. Ну, вот, девочки, еле усадила модель. Модель моя улыбнется с собачкой. Ну, пойдем, теперь походим по хате здесь. По диванчику походишь платьице? Вот так. Вот так прыгаем. Вот так. Видите, девочки? Платье хорошее. Дочь говорит, длинноватое. Я говорю, нет. Нормально. Встань вот на пол, Кристина. Вот встань. Стоп. Стоп, моя девочка. Вот покрутись. Тихонечко, так медленно. Вот, девочки. Вот такое вот платье. Ну, модель у нас не стоит на месте. Вот в этом суть. Чтобы показать. Вот, девчата. Прыг. Ну, давай еще и на минуточку встанем. Вот так платье выглядит, девчата. Вот так. Наташа второе платье просит. Мама, солнце, юбку. Поэтому завяжем еще одно платье. Но юбку сделаем очень-очень пышной. Ну, что ты скажешь? В платье куда пойдем? В город? В город. В город пойдем. Ну, что ты там, Кристина? Я что-то запуталась. Запуталась? Ничего там не запуталась. Давай бантик твой покажем. Цветочек, девочки. Вот такой цветочек у нее. Красивый. Ну, и Кристина вот всех поцеловала. Всем воздушный привет. Воздушный поцелуй. Вот так. О, воздушный поцелуй. Видите, как мы прыгаем на новом диване? Ну, всем, девчата, хорошего денька. Кристина, видите, как прыгает. Вот. А я пойду мастер-класс вам снимать по платью. Ну, вот такой кусочек. Ребенка трудно, девчата, удержать, чтобы вам показать. Просто очень трудно. Ну, замри на минутку. Вот такая вот модель. Вот такая вот модель. Вот так, кряхтун. Кряхтит, кряхтит. Горочка. Горочка. Это горочка у нее. Кататься, что ли, горочка? Так ты не в шортиках. В платье. Вон, бах, все. Горочка у нее. Ну, давай, покажем еще платьишко. Повернись к бабе. Ой, мама. Ой, какая красавица. Мама еда. Чего? Маму тут еда. Да нету тут никакого муму. Не выдумывай. Я увидела ее. Нету. Она как у нее в нос. Нету. Да. Ну, все. Всем пока. Всем пока. Кричит. Всем пока. Девочки, у меня уже 7 вечера. Кофе хочу навести себе. Я сейчас снимала МК по Кристиноному платью. Девчата еле-еле сняла видео. Вот буквально проходит какой-то период, небольшой период времени. У меня останавливается телефон и пишет, что нету свободного места. Я не знаю, почему это происходит. Все удалено. Все видео, которые я вот снимаю, я их удаляю с видео. Иди, что ты. Садись, Вера. Тебя никто не снимает. Она по-домашнему одета и говорит, не надо меня в кадр. В кадр. Я говорю, что ты прям переживаешь. Садись, садись. Не бегай. А я хочу кофе попить. Я прям, знаете, снимала и нервничала. Это невозможно. Каждый отрезок, он останавливает телефон. Пух и пишет, нету свободного места. Освободите память. Как ее освобождать, если она полностью освобождена? Там ничего нету. Я уже, девчата, знаете, и фотографии, и видео все-все поудаляла. Не знаю, почему. Мне кажется, что это все же брак в самом телефоне. Кристинка наверху. Наталья тоже наверху. Вера пришла чай пить с бутербродами. А я говорю, кофе попью. Кофе пью. Вот это, девчата, капучино. Мне нравится. Это с шоколадом у нас. Вот добавка шоколадная. Вера вон сидит. Маши вот так, я тебя мельком захвачу. Махни, поздоровайся. Вот она, вот. Видите, наливаете. Ты тоже кофе? Да, кофе, девочки, тоже кофе. Но она будет с колбаской. Китайскую кухню сегодня мы доели. Ох, и вкусная была, девчонки. Просто шикарная. Кристи ела только кальмары, а мы все. Салаты еще остались. Салаты, девчата. Сегодня не выходим на улицу. На улице дождь. Сейчас смотрю, там написано 12 градусов изморозь. Вы представляете? Я не понимаю, какая изморозь. Июнь месяц. Непонятно, что-то творится. Девочки, я буду этот влог заканчивать. Показала вам диван. Дочь сегодня спала, вынесла вердикт. Диван шикарный. А это бутерброд. На это тебе. Ну, все равно, что-то там лучше есть, что-нибудь лучше. Я просто буду кофе пить, если я не буду. Шикарный. И одному спать можно не раскладывать его вполне. А я говорю, а кто на нем сейчас будет спать? Я буду на веранде. Я на веранде сплю Вера в своей комнате. Ну, только когда будут дети приезжать. Зимой я не знаю, уйду туда или не уйду. Возможно, уйду, а возможно, и не уйду. Останусь на веранде. Правда? Горячее. Горячее. Поэтому я сейчас пойду монтировать этот влог. И следом выйдет платье Кристина. Платье понравилось, но просят такую юбку солнца. Там у меня есть еще крючочком тоже рисунки. Взятый, по-моему, с салфеток, где можно вот такую пышную юбочку связать. Поэтому, девочки, будем вязать еще одно детское платье. Надо подобрать пряжу. Именно с пышной юбочкой. Ну, и посмотрю, если сегодня вечером у меня будет возможность, то, возможно, я сниму еще, какая у нас там, восьмая часть по пряже? Семь я снимала. Вкусно? Ну, вот. Вера жует. Ешь. То, может быть, и кусочек, восьмую часть сниму о пряже. То, что надо ее потихоньку доснимать и все убирать. Коридорчик ремонт приостановился. Потому что вперед нужно покрасить. А чтобы покрасить, нужно не дождливую погоду, а солнечную. Будет солнце, покрасим. Там за один день. Выкрасим. Я еще, правда, там не решила, девчата, что делать с потолком. Или же тоже сделать панели. Панели приляпать. Но тогда там надо куда-то провода прятать. Там у меня провода идут по потолку. В общем, я еще подумаю. Или же просто зашпаклевать потолок, где там облупилась краска, и взять ее просто покрасить. Придумаем что-нибудь. Что-нибудь придумаем. А завтра хочу с утра поехать в пенсионный фонд. Если, конечно, сильного дождя не будет. Если будет сильный дождь, я не поеду. Мне неохота, честно сказать, по непогоде куда-то бежать. Тяжело спускаться с горы. Это и не горит нам, если честно. Да? Десять тысяч. Надо же их получить. Что мы купим на десять тысяч? Бриллианты. Я так бриллианты. Ой. Вот я подумаю, как бы мне не пришлось покупать новый телефон, девочки. Это вообще столько крови. Он мне уже выпил этот телефон. Это не передать. Вот начинаешь снимать. Понимаете, что? Я сегодня платье у меня будет состоять из многих кусочков. И там где-то, если вдруг я что-то оговорюсь, вы уже меня простите. Потому что, я говорю, прерывался телефон постоянно. Ну, а на этом, наверное, девчата, я буду заканчивать. А то еще при монтировке. Я не знаю, как телефон себя поведет. Всем скажу пока-пока. И до новых встреч. Пока-пока. Девчата, они все сняли. Вот еще столик вам показываю. Видите, какой я купила? Вот для съемок. Вот такая роза. Это вот стол. Наташа говорит, мам, купить надо вот сюда вот клееночку прозрачную, белую. И тогда уже, чтобы он не шоркался. Но столик хороший, удобно, девочки. Сидеть на диване и вязать рукам удобно. Он такой невысокий. Самый-самый классный. Кристина моя вот сидит. И лежит, девочки. Смотрите. Вам покажу этого красавца, который изгулялся с невестой, а теперь скромно отсыпается. Ну, а теперь, девчата. Кристин. Кристюш. Вера, не хватает. Кристина, смотри. Скажи всем. Вот теперь. Всем пока. Смотрите, девчонки, чем занимаются. Пока. Вера, скажи пока. Пока. Мама пойдет смонтировать видео. Девочки, всем здоровья. И самого-самого хорошего. Мои цветочки еще стоят. Теперь вот точно уже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok